Всем привет, джентльмены! Сегодня видео будет немного другого формата. Я собираюсь планировать свои дела на 2023 год, и вы можете сделать то же самое всего за 20 минут. Я составлю своего рода план действий, который я запланировал на следующий год. Я немного схитрил и многое из этого выписал заранее и продумал, на самом деле это заняло гораздо больше времени, чем 20 минут. Однако я хотел показать вам, что вы можете составить базовый план за относительно короткое время, если вы просто сядете и сделаете это. Дабы облегчить этот процесс, в описании этого видео я оставлю ссылку на пустой Google документ, который вы можете использовать как пример. Я хочу поблагодарить Рэнди Хакина, моего бизнес- и лайф-коуча, который работал со мной, чтобы продумать, чего я хочу достичь. Я старался весь этот год и достиг отличных результатов. Сейчас на экране мы видим следующие разделы. Мои достижения 22-го года, то, чего не удалось достичь, моя жизненная миссия, то, чего я хочу добиться, ценный опыт, мои роли в 23-м году, мои планы на 23-й год и конкретные цели на 23-й год. Это все. Давайте начнем. Синим цветом отмечены мои личные достижения, самое важное из которых – переезд моей семьи из Украины в США. Далее первый день рождения моей дочери Марины, затем попасть на рождественский концерт сына Максима. Это было чисто между нами на протяжении двух недель, он ждал этого дня. Я говорил ему, что я обязательно там буду. Моя сестра Линдси переехала в Уосо. Мой сын Алекс принял участие в общественно-политическом проекте. Моя дочь Лана получила все пятерки в первом триместре. И это было очень важно, потому что она очень старалась и волновалась. Она не была отличницей, у нее были и четверки, и тройки. И мы работали над этим каждый день. Мы с ней постоянно обсуждали это и составляли план действий, чтобы улучшить результаты. Она получила пять с минусом, но я буду считать, что это тоже пятерка. Я также сходил три раза на балет «Щелкунчик» вместе со своими дочерями. С моим сыном Сашей мы съездили в Доминиканскую республику и посетили отличный мастер-класс от Дэнни Фернандеса. У него есть классный канал на Ютубе, он фокусник и показывает всякие такие вещи. Я ездил в Калифорнию со своими дочерьми Катей, Арианой и Ланой, и также свозил их на балеты покататься на коньках. Моя жена родила ребенка, и поэтому я очень много времени проводил с детьми. Я взял это на себя. Конечно, это сократило мой рабочий день, но благодаря этому я получил возможности провести больше времени с моими девчонками. Мы ходили в кафе и просто очень хорошо проводили время. Начать заниматься спортом по чуть-чуть, хотя бы на 30%. Конечно, это звучит не очень хорошо, но для начала подойдет хотя бы 30 или даже 20%. Это все равно лучше, чем ноль. Я прошел три профилактические медпроцедуры, и я не буду рассказывать вам про все, но одна из них была колоноскопия. Если вы мужчина старше 40, то вам следует тоже пройти данную процедуру. Итак, это были мои личные цели, и я хочу остановиться именно на личных целях, потому что многие из нас забывают об этом. Мы так зациклены на зарабатывании денег при успевании в бизнесе, что забываем, для чего мы все это делаем. И далее перейдем к бизнес-целям. Я нашел баланс между работой и домом. Как вы могли заметить, это мой офис. Вы можете посмотреть на него с разных ракурсов. Я имею в виду, что я провожу много времени в офисе, это может звучать не очень, но на самом деле, раньше я работал из дома. Весь 21 год я так работал, и мне это не особо нравилось. В начале этого года я перестал пользоваться компьютером, я его просто убрал и начал работать отсюда, из офиса. Он находится недалеко от моего дома, и поэтому, когда я хочу поработать, я иду в офис и работаю. Когда я дома, я не работаю. Общий доход компании вырос на 15%, а прибыль выросла на 20%. Это звучит очень хорошо, но на самом деле не совсем, потому что 21 год был очень плохим, так что сейчас мы где-то на уровне с 20-м годом. YouTube-канал очень важен для меня. Мы выросли на 100% по сравнению с тем, что было в середине года. Мы набрали в среднем около 3 миллионов просмотров в месяц, сейчас мы приблизились к 7 миллионам. Подписчики не особо прибавились, но среднее количество просмотров на одном видео удвоилось по сравнению с тем, что было всего 7 месяцев назад. Наш испаноязычный канал начитывает более 100 тысяч подписчиков. На моем другом канале Сентена, где я рассказываю про духи почти 30 тысяч подписчиков и более 200 коротких видео. Я продал свой бэк-каталог, а затем вложил эти деньги в производство духов и назвал свою компанию Mission Fragments. Я нанял помощника для улучшения канала, и мы потратили немного денег на его улучшение. Более 75 тысяч мужчин прошли нашу стильную викторину. Мы улучшили качество нашего сайта, а также получили много подписчиков и просмотров на платформе Pinterest. Мы заработали более 100 тысяч долларов на ароматах Mission Fragments, продавая наборы с духами за 500 долларов и получили много положительных отзывов. Далее речь пойдет о моем другом проекте и о том, что я хочу в нем поменять. Мы сделали ребрендинг нашей компании VitaMan. Мы ввели продажи по подписке, и это очень важно, потому что нам приходилось постоянно искать новых клиентов. А теперь клиенты возвращаются сами автоматически, и это пошло на пользу. Нам это дало многое, и теперь мы знаем, в каком направлении нам нужно развиваться. Я также провел 9 успешных мастер-майндов. Мастер-майнд – это группа людей, которые собираются вместе, чтобы обмениваться информацией. Этот проект был действительно интересным, потому что я не только проводил мастер-майнд, но и собрал более 25 тысяч долларов для благотворительной организации, которую я основал под названием «Помощь Украине». Я нашел около 150 семей из разных городов Украины, и мы отправляем им финансовую помощь. Я никак не взаимодействую с этими деньгами, потому что, чтобы можно было попасть на мой мастер-майнд, нужно было сделать пожертвование в организацию «Помощь Украине», и уже организация напрямую отправляла деньги семьям. Мы будем делать это снова, позже я вам расскажу об этом еще. Ну и, наконец, я нашел нового бизнес- и лайфкоуча, о котором я говорил ранее, его зовут Рэнди. Именно его я должен поблагодарить за эту таблицу и за то, что он помог мне составить планы месяц за месяцем его улучшать и корректировать. В общем, это то, чего я добился за этот год. Может это много, может это мало, но надеюсь, вы достигли большего в этом году. Не поленитесь и загляните в свой календарь, потратьте немного времени, чтобы продумать месяц за месяцем. Я делал так же, а потом, оглядываясь назад, вы заметите, например, что вы привели себя в форму. Возможно, впервые начали ходить в спортзал. Может, начали заниматься йогой, получили повышение на работе или нашли новую работу. Может быть, у вас родился ребенок или вы встретились с отцом спустя долгое время. Вам нужно это все записывать, потому что таким способом вы сможете смотреть, чего достигли, а чего не достигли. И, возможно, сказать, что 22-й был не самым лучшим годом для меня, но были и хорошие моменты. Далее, трудная часть – это то, что вы не выполнили. Да, я тоже это записал. Я все еще приложил недостаточные усилия для проекта Mission Fragments. Это мой приоритет номер один. У меня еще много товара, и мне нужна большая команда для этого проекта. Ютуб-канал все еще не на том уровне, который я хочу. В идеале 100 тысяч просмотров в течение недели или двух недель с момента выхода видео. Витамин, продажа – это не самое главное, у нас есть проблемы с клиентами. У меня есть команда, и нужно решить вопрос привлечения новых клиентов. Возможно, потребуются новые люди в команду. Мой сайт RealmanRealStyle охват составляет всего лишь 20% от его потенциала. Я являюсь единственным человеком, которого вы видите на Ютуб-канале. Мне нужны новые люди, талантливые люди. Возможно, мнение противоположного пола или совсем молодых ребят и их точку зрения. Я хочу разнообразия, люди с разным цветом кожи, люди разного происхождения. Можно говорить о том, как на это смотрят в Азии, или, например, в любой другой части света. Просто другая точка зрения. Я не нанял человека, который бы помогал мне во всем, когда дело касается стиля, или когда нужно разобрать почту, или даже разобраться в том, как работает реклама на Ютуб. Это области, в которых мне определенно нужна помощь, и физически я не в той форме, в которой хотел бы быть. Многие ли смогли поднять руку и сказать, «Да, я знаю, что у многих случаются неудачи, у меня, например, было три операции в этом году». Возможно, это оправдание. Я просто чувствую, что потерял мотивацию, но уже предпринял некоторые шаги, о которых я расскажу позже, чтобы изменить ситуацию. Так что я очень рад, что меня ждут перемены. Мне нужно измерять уровень тестостерона и следить за уровнем холестерина. Я уделял недостаточно времени снижению уровня холестерина, а теперь вообще перестал это делать. Я мало путешествовал, я хотел поехать в Австралию, в Японию, во Францию или в Нью-Йорк, но не попал ни в одно из этих мест. Я хотел не пользоваться телефоном три дня, но думаю, были лишь одни выходные, когда я не притрагивался к своему телефону. Все остальное время я постоянно проверяю свой телефон, свою работу. И это было и в 21-х, и в 22-х годах. Это то, что нужно изменить. Мне нужно немного отдохнуть. Я посещал курсы, и в моем офисе полный беспорядок. Поэтому я закрыл это место одеждой, потому что не хотел, чтобы вы увидели. Мне просто нужно убраться в офисе. И возвращаясь к здоровью, я перестал отслеживать количество потребляемой пищи, хотя я все это время платил за это приложение. Мой приятель, с которым мы занимаемся фитнесом, сегодня я не сделал это, потому что я записываю это видео. Но с сегодняшнего дня я начинаю это делать. Итак, господа, если вам нравятся подобные видео вроде этого, сделайте одолжение и нажмите кнопку «Нравится». Это видео немного другого формата, чем обычно, но я хочу знать, что оно вам понравилось. И если вы нажмете эту кнопку, другие мужчины увидят это видео. А теперь давайте поговорим о жизненной миссии. Это то, чего нет у большинства людей, а у тех, у кого она есть. Скорее всего, забыли про нее, и, возможно, ее нужно переосмыслить. Когда вы планируете что-то, вы должны быть уверены в этом. Вот, например, что написал я. Быть маяком для своих детей, быть скалой для своей жены, быть опорой для своих людей, и встретить смерть спокойно, зная, что ты делал в жизни все правильно. Возможно, в прошлом году я писал то же самое, но теперь тут появилось слово «маяк». Я подметил из фильма, что мы не можем быть везде со своими детьми и всегда их защищать, но мы можем стать своего рода маяком для своих детей. Я также хочу быть главой рода своей семьи, человеком-легендой, о котором вспоминали бы мои внуки, и про которого рассказывали истории в доме, которым я построил. Это для меня будет особенным, потому что я еще не построил дом своей мечты. Но я хочу быть человеком, которым восхищаются, чтобы смотрели на мои фотографии, где я еще молод, или даже когда я умру. Мои внуки говорили бы, что да, это он тут все сделал, купил эту землю, построил этот дом, может быть, даже с какими-то секретными проходами. Вот за это все я хочу, чтобы меня запомнили. Далее перейдем к тому, что я хочу больше всего достичь. Я хочу быть хорошим примером для моих пятерых детей, племянников, племянниц и семьи. Быть таким можем, чтобы моя жена гордилась тем, что она находится со мной. Возможно, вы мечтаете о чем-то более конкретном. Я знаю, что многие из вас религиозные люди, возможно, у вас есть что-то более личное, что требует помощи Бога или что-то в этом роде. Тут нет чего-то правильного или неправильного. Каждый ставит сам себе цели. Далее то, что я ценю. Проводить время со своей семьей, вы можете сказать, что это слишком просто, но я также люблю путешествовать со своей семьей. Париж, Лондон, Таиланд, Украина. Это те путешествия, в которых я был за последние пять лет со своей семьей. И это то, о чем вспоминают мои дети, и мы постоянно рассказываем истории о том, например, как мы ездили в Париж на неделю. Мы снимали квартиру прямо рядом с Эйфелевой башней. Мы могли выходить несколько раз в день и фотографироваться рядом с ней ночью, на закате. Мы ни о чем не думали и никуда не спешили. На днях я разговаривал со своим сыном, а он недавно разговаривал с подругой. Она сейчас во Франции, и он рассказывал ей, как мы с ним бегали через триумфальную арку, когда были в Париже. Я подумал про себя. Я совсем забыл про это, а мой сын помнит. И это те самые моменты, которые я ценю, и хочу, чтобы их было больше. Я также хочу знакомиться с новыми интересными людьми, которые могут рассказать что-то новое. Вкусная еда. Я обожаю не только вкусную еду, но и хорошо, чтобы она была полезной. Крепкое здоровье. Я хочу полностью владеть своим телом. Я должен быть физически активным. Я должен быть в состоянии легко пробежать 8 километров. Поднять от груди собственный вес. Сделать становую тягу с двойным своим весом. Сделать хотя бы 15 подтягиваний. Как вы знаете, любой морской пехотинец должен подтягиваться 20 раз. Но если я смогу сделать 15 подтягиваний, я буду очень рад. Я хочу иметь больше свободного времени, чтобы слушать и открывать для себя новую музыку. Когда я занимаюсь спортом, я составляю довольно забавные плейлисты, надеваю наушники, и мне это очень нравится. Я хочу быть свободным и делать, что я хочу, когда я этого хочу. Я хочу иметь достаточное количество денег, чтобы не беспокоиться о них. Но мне не нужно огромное количество денег. Меня вполне устраивают простые вещи, и я просто не хочу быть человеком, который беспокоится о еде, о жилье или дружбе. Я хочу, чтобы все было проще. Позитивное мышление и хорошее настроение. Я хочу окружать себя людьми с таким настроем. Я должен быть позитивным человеком с хорошим настроением. Есть одна проблема. Когда вы слишком глубоко погружаетесь в бизнес, вы можете стать плохим человеком, но вы сами не хотите этого. Мои роли в 23-м году. Отец семерых детей, муж, сын, брат, друг, владелец бизнеса, менеджер, деловой партнер, студент, спортсменный, человек, который может помочь. Господа, это все мои роли, которые у меня есть. Многие забывают, что иногда нам нужно быть и таким, и таким. Об этом не нужно забывать. Далее, мои планы на 23-й год. Находиться в движении каждый день. Проводить больше времени с каждым из моих детей. Путешествовать. Прилагать меньше усилий, но при этом преуспевать больше в бизнесе. Удвоить свою прибыль за счет создания и оптимизации трех новых источников дохода. И избавиться от проектов, на которые впустую трачу время. А теперь вот, что я хочу сделать. Я собираюсь конкретизировать цели, которые помогут мне добиться, от чего я хочу. И они будут связаны со всеми пунктами, которые мы рассматривали ранее. Итак, номер один в моих конкретных целях – это отношения. Я должен совершить три поездки в этом году с женой и детьми. Мой приятель Аарон Морено хочет, чтобы я приехал в Атланту. Он, вероятно, посмотрит это видео и скажет «приезжай сюда». Но это не входит в мой список. Речь идет о моей семье. Я должен больше времени уделить своему сыну. Он любит легкую атлетику и хочет поехать в небольшое путешествие и потренироваться. А это хорошая возможность для меня провести с ним время. Я с этим справлюсь. Я запланировал поездку в Денвер, штат Колорадо. Я хочу поехать с моими младшими девочками. Они хотят повидаться со своим крестным отцом Райаном. Я сам хочу попасть в Денвер и увидеться с Райаном. Хорошо провести время вместе. Для сына провести выпускной вечер, который состоится в июне. Надеюсь, что все получится, потому что к нам хотят приехать родственники. Австралия – это будет одновременно туристическая и бизнес-поездка. Я планирую поехать с женой и младшими дочками. Сомневаюсь, что мои старшие дети поедут, но это нормально. Они были со мной на многих мероприятиях. Но поездка точно состоится, потому что у меня есть дела по бизнесу в Австралии. Я планирую поездку во Флориду до 31 января. Возможно, это случится раньше, возможно, позже. Но это не так сложно организовать, и, скорее всего, я поеду туда с семьей. Атланта, как я уже говорил, эта поездка у меня не совсем в приоритете. Но я хотел бы увидеться с Аароном. Возможно, я возьму с собой детей. Аарон, ты все понимаешь, если все получится, то мы встретимся. И я планирую летнюю поездку с сыном. Он очень хочет поехать в Японию. Я хочу поехать в Японию. Сможем ли мы туда попасть? Я пока не знаю, может быть. Получится попасть туда на 10 дней, может быть на 7. Я все планирую, и если вы заметили, то у меня написаны даты, в которые я хочу туда попасть. 15, 31, 28 февраля. Это те даты, в которые мы должны запланировать поездку, купить билеты и так далее. Помните про ваши цели. Вы можете воспользоваться методом кидзо, который расшифровывается как конкретный, измеримый, достижимый, значимый и ограниченный во времени. Это была первая цель. Вторая цель, она касается здоровья. Я хочу выработать ежедневную пятиминутную привычку к физической активности. Скакалка, йога, гири, без разницы. И завести спортивный календарь, в котором я себе буду все отмечать и стремиться быть активным 6 из 7 дней. Просто любая активность в течение 5 минут. Теперь о стратегии, как я буду это делать, а также я хочу проверить уровень тестостерона и холестерина. Я записал это даже в этот список, чтобы начать действовать. Я уже связался с тремя инструкторами по йоге. Надеюсь, что у нас все получится, потому что мне нужны утренние занятия. Это очень удобно, когда есть человек, с которым можно позаниматься йогой один на один. Если у меня все получится, я дам вам знать. Три персональных фитнес-тренера. Мне нужен человек, который будет ответственно ко всему подходить и следить за мной в зале. Добавлять немного веса. Знаете, я хочу немного больше силовых тренировок. Далее повесить календарь, я уже говорил об этом ранее. Как говорил Джерри Сайнфелд, лучше иметь физический календарь и просто делать отметки в нем. Я делал так раньше, но перестал, поэтому я уже заказал несколько календарей. И они будут висеть на цокольном этаже, где у нас с сыном есть небольшой тренажерный зал. И там мы будем делать отметки. Поставить будильник на телефоне, чтобы он напоминал мне о моем обязательстве каждое утро. Это очень просто. Сделал так один раз, а потом это стало привычкой. Следующий пункт. После 30 дней тренировок я попрошу своего сына Алекса разработать для меня тренировки. Он очень хорошо в этом разбирается и он точно мне поможет. Далее каждый месяц увеличивать ежедневную активность на 5 минут. Некоторые из вас, возможно, скажут, Антонио, 5 минут это очень мало. Но я просто хочу начать. Если я могу посвятить этому 5 минут, скорее всего я буду тренироваться 10, 15, может быть даже 30 минут. Со временем я хочу увеличить количество времени и к середине года я планирую достичь 60 минут. Тогда я смогу распределять время, например, на прогулку, на пробежку или на тренировку. Я надеюсь, что к концу года я выработаю такую привычку и буду заниматься по 60 минут. Цель номер 3 – продать 4000 наборов аромата Mission Fragments до 31 декабря 2023 года. Определить своего идеального клиента и совершенствовать свои продукты с поставщиками. К июлю 2023 года сделают заказ на 10 тысяч наборов. Моя бизнес-цель номер один – попытаться сосредоточиться на ароматах Mission Fragments. Последние 3 месяца я практически не обращал внимания на этот проект, и я просто с ума сходил от этого, потому что я сосредоточился на своем YouTube-канале. Я сосредоточился на проекте VitaMan, сосредоточился на своем сайте. Мне просто не хватало на все времени. Когда я модернизировал свой бизнес-план, модернизировал свой курс и нанял несколько человек, если вы любите духи, если умеете выпускать товар на рынок, если вы понимаете, что такое тестирование, если вы работаете с цифрами, свяжитесь со мной, мне нужны новые люди в Mission Fragments. Цель номер 4 – увеличить количество просмотров на YouTube-канале до показателя 100 тысяч просмотров в течение первых двух недель после выхода видео. В последнее время несколько видео набирают более 100 тысяч просмотров, но я хочу, чтобы так было постоянно. Чтобы практически каждое видео набирало не менее 100 тысяч просмотров. Мы смогли удвоить общее количество просмотров на канале всего за 7 месяцев. И моя цель к концу следующего года – достичь в среднем 15 миллионов просмотров к 31 декабря 2023 года. Я думаю, что это реально, так что посмотрим, получится ли. Это интересно заниматься каналом. Я думаю, многие из вас заметили, что контент стал более интересным. Я стараюсь придумывать интересные темы, нахожу разные исследования на тему, а затем все структурирую, и 2-3 дня уходит на монтаж. У меня есть монтажер. На одно видео уходит от 24 до 30 часов. Нужно продолжать вкладываться в это дело. Нужно нанимать новых талантов для участия в видео. Так что, если вы хотели бы появиться в одном из моих видео, или хотели бы поработать со мной, тогда свяжитесь со мной, мне нужны новые люди. Цель номер 5 – сделать Витам Н, мою компанию косметики для волос, независимой от моего руководства. Нужно, чтобы бизнес работал сам, за исключением одного часа в месяц, в течение которого я получаю все новости, например, электронное письмо, где описывается все, что происходит на данный момент в компании. Я хочу сократить количество раз, когда я проверяю сообщения на электронной почте, до одного раза в неделю. А будет лучше, если сократить вообще до одного часа в неделю. И если у меня это получится, то тогда получится сократить и до одного часа в месяц. Как человек, который владеет бизнесом, могу сказать, когда вы не управляете бизнесом, а этим занимается ваш менеджер, то тогда вы достигли многого. Моя проблема Витам Н в том, что я все еще слишком вовлечен в это дело. Мы делаем много рекламы, я провожу много времени в этом деле, изучаю обратную связь, но я работаю над тем, чтобы бизнес справлялся без меня. Как хорошие часы, которые можно настроить раз в месяц, а дальше они идут сами. Цель номер шесть – изучить пять новых источников дохода. Тут я записал области, в которых я могу улучшиться. Мой сайт и другие проекты. Все это принесло мне пару сотен тысяч долларов в прошлом году, но это мои самые маленькие источники дохода. И мне нужно принять решение, что с ними делать. Они стоят довольно дорого, потому что людям нужно платить за написание статей, работу с клиентами и так далее. Туда также относятся спонсорства. Все эти вещи должны быть оптимизированы, и мне нужно определиться, в каком направлении двигаться дальше, что нужно делать. Мне нужно найти или, по крайней мере, определить пять новых потенциальных источников дохода. Но обратите внимание, эта цель номер шесть отличается от цели номер один, потому что первая цель сосредоточена на проекте Mission Fragments. Дополнительная цель. Я хочу провести двенадцать мастер-майндов в течение десяти недель и собрать шестьдесят тысяч долларов в этом году для моего проекта «Помощь Украине». Уже восемнадцатого января я собираюсь запустить три мастер-майнда, но еще есть и четвертый, он про искусственный интеллект. Это очень интересно, как можно использовать искусственный интеллект в бизнесе, например, чтобы писать статьи или создавать картинки и так далее. Я обязательно выскажусь на эту тему. Также для каналов YouTube, на которых более ста тысяч подписчиков. Тут я тоже хочу собрать людей и провести мастер-майнд, рассказать, как вести канал, как развиваться дальше. Далее, тестирование и запуск нового продукта. Это будет для владельцев бизнеса, которые ищут новые источники дохода. Обратите внимание, как это все совпадает с тем, о чем я говорил ранее. И я сделал это специально. И это, я думаю, что нужно все планировать вот так. Это показывает, что вы на высоком уровне. Вы придерживаетесь всех тактик и стратегий, где нужно сделать вот так, а где-то по-другому. Вы знаете, чего вы хотите. И все, что вы делаете, помогает вам сосредоточиться на достижении этих целей. Я знаю, что я не уложился в 20 минут, я был близок, но я очень старался. Как вы можете заметить, за короткий промежуток времени, используя таблицу, можно легко спланировать свой 23-й год, и вам обязательно нужно делать так же, как это делал я. Вы можете расписывать каждый пункт еще больше. Я ставлю ссылку на этот документ, вы можете им воспользоваться, распечатать. Но, пожалуйста, не пишите прямо в этом файле, в облаке. Это, конечно, будет здорово, если вы все напишите свои цели и планы, но будет лучше, если вы просто распечатаете себе свой вариант. Возьмите лист бумаги и напишите свои цели на 23-й год. Сделав это, вы уже сделаете один шаг в направлении достижения этих целей. Вам нужно действовать. Я хочу, чтобы вы это сделали, составили список, расписание для себя. Сделав это, вас ждет самый лучший и успешный год. Господа, если вы досмотрели это видео до конца, сделайте мне одолжение и напишите в комментариях под видео. Я хочу прочитать, на чем вы хотите сосредоточиться в 23-м году. Что вы хотите сделать? Джентльмены, лучший ответ получит от меня вот эту криптомонету. Я буду отвечать победителям в комментариях. Я не собираюсь спросить вас покупать криптовалюту. Единственное, что нужно будет сделать, это зайти на сайт RealManRealStyle и заполнить форму на сайте. Это самый безопасный способ. Мы получим ваши данные и затем бесплатно отправим вам эту монету. Да, бесплатно. Потому что я люблю мотивировать вас, господа. Это своего рода напоминание от меня, для чего это все. Честь, мужество, приверженность. Тут еще написана цитата, но я не буду ее зачитывать. Я уже много раз ее произносил до этого. Это будет для вас напоминание, чтобы помнить, чего вы хотите добиться. И мой канал как раз об этом. И надеюсь, вы сможете предпринять шаги в этом году, чтобы стать успешным человеком. Какое видео посмотреть следующим? Вот здесь вы видите замечательное видео. Я не скажу вам, о чем там идет речь. Это будет сюрпризом. Оно немного связано с данным видео. Я вам советую посмотреть его далее. Субтитры сделал DimaTorzok